Добрый день! В прямом эфире Вести Кабарина Балкария в студии Алимхостов. Главная тема выпуска. Очередной визит саратовских ортопедов. Осмотрели сотни больных. В особо сложных случаях оперативное лечение пока в Саратове в планах открытия филиала институтов КБР. Википедия протестует, ограничить ли новый закон права интернет-сообщества. Мнение по обе стороны монитора. Железные столбы в защиту сферов Нальчика. Как отстоять парки от нашествия авто и какая работа проводится по благоустройству мест отдыха. Начнем сообщение от республиканского МВД. Правоохранительными органами Кабарина Балкарии ведутся поиски преступников, заложивших взрывное устройство на пути следования замначальника угрозыска по Эльбрусскому району. Бомба приведена в действие сегодня в 8.30 в Тарнаузе возле дома номер 10 по улице Инеева. Офицер с осколочными ранениями доставлен в ближайшие лечебные учреждения. Вместо происшествия оцеплено. Работает следственно-оперативная группа. Задействованы спецподразделения, сообщает пресс-служба республиканского МВД. К другим темам. Сегодня в республиканском бизнес-инкубаторе состоялся конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках госплана подготовки управленческих кадров. Эта президентская программа успешно работает в Кабардино-Балкарии уже несколько лет. Престижное европейское образование за рубежом уже получили более 120 специалистов. 60 выпускников вузов КБ прошли обучение в международных бизнес-школах. Какие требования предъявляются к кандидатам, выяснял наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Они полны желания и самосовершенствоваться, и пользу родной республике принести. Сотрудники министерств и ведомств, предприниматели, экономисты, менеджеры, преподаватели. Всего около 20 человек прошли сегодня в бизнес-инкубаторе своего рода психологическое тестирование и очень жесткий отбор. Каждому из них пришлось представлять свои проекты, презентации, эссе и аргументированно доказывать их экономическую перспективность. Зам. главы администрации Прохладинского района Анзора Шабоков представил проект по одной из самых проблемных отраслей ЖКХ. Молодой руководитель, отвечающий за коммунальное хозяйство самого большого района республики, намерен продвигать в жизнь новейшие разработки в этой сфере. Название проекта – внедрение инновационных и многоизберегающих технологий предприятий жилищно-коммунального комплекса. Я хотел бы разработать этот проект именно на базе нашего Прохладинского муниципального района. Срок исполнения этого проекта – один год. Финансовая необходимость в финансах – 223 миллиона рублей. Проблема предприятий жилищно-коммунального комплекса вообще у нас в районе стоит остро. Это связано с тем, что на сегодняшний день по предприятию большой износ основных средств водопроводных сетей, канализационных сетей и тепловых сетей. Другой кандидат на участие в президентской программе – преподаватель КБГУ Нальдженко Дашева. Намеренно повысит свою квалификацию по направлению менеджмент и экономика. Если мы будем подкованы, значит и студенты наши станут более продвинутыми в экономическом образовании, считает она. Я много наслышана о Мирписи непосредственно и от выпускников программы президентской, и в интернете я долго искала, когда выбирала вуз, в который я хочу пойти. Слышала, что он один из лучших в плане повышения квалификации и в плане стажеров. При отборе специалистов на обучение по образовательным программам комиссия обращает внимание в первую очередь на те проекты и предложения, которые направлены на развитие реального сектора экономики малого и среднего бизнеса. Сегодня всем претендентам на участие в президентской программе выставлены определенные баллы. Впереди новый отборочный тур, еще более жесткий. Сафар Гириев, Заур Конкулов, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в ГКЗ прошла ярмарка вакансий. Цель ее – восполнить недостаток рабочих мест. В то же время, по данным центра занятости Нальчика, только в столице насчитывается более двух тысяч свободных вакансий. Но люди неохотно идут на эти предприятия. В чем причина, узнавал Заур Гидуев. У Аслана Губашиева довольно специфическая профессия. Он альпинист-промышленник, обслуживает высотные дома и офисы. Но по возвращению из Москвы, по семейным обстоятельствам, оказался неудел. Теперь вот пришел на ярмарку в надежде найти работу. И, похоже, подыскал подходящий вариант трудоустройства. У нас мало высоток, исходя из этого, будем другого, чем искать. Здесь мало такой работы, но все равно она есть. Кто ищет, тот находит. Повар, менеджер, сварщик, электрик, торговый представитель, детские врачи-урологи и даже геодезист. Какие только вакансии не предлагаются на ярмарках. Но желающих трудоустроиться немного. Молодые люди хотят жить красиво, при этом не прилагая никаких усилий. У меня сложилось впечатление после посещения всех ярмарок вакансий, что люди хотят чего-то очень избыточного в нашем городе. Это естественное человеческое желание. Хочу большую зарплату, хочу легче работу. Вот таких достаточно большой процент. И, тем не менее, после каждой ярмарки вакансии к нам приходит 5-10 человек, наверное, вот так. Но, по словам устроителей, ситуация меняется в лучшую сторону. Люди стали понимать, что деньги просто так с неба не падают. Их нужно заработать трудом и порой тяжелым. И ждем с распростертыми объятиями студентов, причем специальности инженерные, которые когда-то были не востребованы. Сейчас они очень нужны. Но они идут-то? Молодежь-то идет? Молодежь идет. Идет молодежь между плачем в цеха. И они поднимаются оттуда и растут до мастеров в цеху. Преимущество ярмарок еще в том, что работодатель готов переучить кандидата, претендующего на ту или иную вакансию. Центры занятости ежегодно отправляют на переподготовку сотни таких специалистов. Да, зарплаты, которые предлагают работодатели, порой невелики. Особенно поначалу. Но это лучше, чем вообще не иметь средств к существованию, подчеркивают устроители ярмарки. Заургидуев Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии работают специалисты Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Два раза в год они приезжают, чтобы осмотреть больных, которые нуждаются в высококвалифицированной помощи. Прием ведут в республиканской и детской клинических больницах. И за несколько дней они уже осмотрели более сотни больных. Заявки на выделение квот для нуждающихся в операции республика подает в рамках федеральной правительственной программы. Сами процедуры проводят в Саратове и абсолютно бесплатны, продолжит Елена Кушхова. Это вы же ведь нагрузка, думаю. Это не нагрузка, это у вас нестабильность компонентов, которые надо заново менять. От количества снимков не видно рабочего стола. Ольга Иванова к саратовским специалистам пришла со своей болью. У женщины проблемы с тазобедренными костями. Накануне ей сделали операцию в Краснодаре. Вердикт ортопедов – надо снова менять сустав. Нейрохирурги в это время проводят прием по своему направлению. Желающих попасть к специалистам много. Судя по вызовам пациентов, качество оказания помощи на должном уровне. Тогда ваша задача? Наша задача – отобрать наиболее сложные, нестандартные случаи, которые единичны в плане моей специальности как врача-нейрохирурга, и которые могут осуществляться только в федеральных центрах. Нынешний приезд саратовских специалистов далеко не единственный. С лечебными учреждениями Кабардино-Балкарии медики сотрудничают давно. Несколько лет назад по решению правительства республики и института на базе республиканской клинической больницы в Нальчике был создан травмоцентр. Теперь в рамках программы модернизации системы здравоохранения планируется открытие филиала саратовского НИИ. Закупка оборудования, эндопротезов, инструментария. Половину инструментария мы уже закупили, ими мы работаем сейчас. Выполнено 6 операций по эндопротезированию тазобедренного сустава. Четверо врачей прошли специализацию в условиях Санкт-Петербурга центров и Ярославля. Двое врачей усовершенствование проходили в условиях саратовского НИИ. На начальном этапе саратовские специалисты будут оперировать вместе с врачами Кабардино-Балкарии. С наиболее сложными диагнозами по-прежнему будут отправлять в Саратовский научно-исследовательский институт. Но основной массе тех, кому требуется высокотехнологическое хирургическое вмешательство, не придется выезжать за пределы республики. Елена Кушхова, Наталья Булат, Муайя Тохов, Вести Кабардино-Балкария. Госдумой принят закон о создании в России единого списка доминов и сайтов с противоправным контентом. Ряд положений законопроекта вызвал резонанс в интернет-сообществе. Некоторые сайты уже протестуют. Так, самая популярная электронная энциклопедия Википедия на один день закрыла все статьи на русском языке. Своё возмущение выразил и российский поисковик Яндекс. Каковы плюсы и минусы нововведения, разбирался Осман Казаков. Детскую порнографию до недавнего времени найти в сети интернет не составляло труда. Сейчас её практически нигде нет. Однако остались инструкции по изготовлению наркотиков и рекомендации по суициду. Новый закон предусматривает как минимум удаление запрещенного контента, как максимум закрытие подобных страниц. Контроль в виртуальном пространстве существовал и раньше. Только в нашей республике решением суда признаны экстремистскими и закрыты более 10 сайтов. Мы совместно с силами МВД и ФСБ проводим соответствующие проверки. В случае выявления противоправного контента назначаются соответствующие экспертизы, собираются материалы, которые по итогам направляются в суд для решения вопроса о закрытии того или иного ресурса. Новый закон распространяется только на РУНЕТ, а потому, уверяют эксперты, остаются лазейки. Достаточно, к примеру, домен.ру при регистрации сайта заменить на другой. Опасения, по словам специалистов, вызывает и возможность убийства сайтов. Спамбот атаки – это создается некая программа, которая автоматически каждый промежуток времени оставляет огромное количество комментариев от разных имен или от одного имени. Устранить такую проблему будет очень сложно и, скорее всего, невозможно. В этом случае может пострадать законопослушный владелец сайта. Еще одна неясность – критерии фильтрации. Не уточнено, что является вредоносной информацией. Как считают эксперты, одно выражение может интерпретироваться по-разному. Однако техническая часть закона, по мнению представителей хостинг-провайдеров, имеет большие плюсы. Очень удобно то, что нас будут извещать о том, что на каком-то из наших сайтов размещена какая-то некорректная информация. У нас большое количество сайтов, которые находятся на хостинге, больше ста. И мы, естественно, технически не можем за всеми уследить, что где и что там. На форуме может быть написана какая-то информация неправомерная. Так называемый вредоносный контент, а именно детская порно, пропаганда наркотиков и суицида удаляется, как говорится, одним нажатием кнопки. В случае бездействия владельца интернет-ресурса и хостинг-провайдера страница попадет в черный список, выйти из которого будет практически невозможно. Для этого требуется довольно сложная процедура, однако шансы есть. И поменяв всю свою структуру и сделав информацию, которую будет носить общедоступно, не нарушая закон характер. Тогда, конечно, какие могут быть претензии к сайту, если, допустим, он, получается, хозяин его исправился, пошел по пути, можно сказать, закона и стал распространять соответствующую, к примеру, полезную или новостную информацию, то почему он должен оставаться в черном списке. Пропаганда экстремизма и разжигание межнациональной розни также попадает под действие закона. В этом случае интернет-ресурс смогут включить в черный список только по решению суда. Остается неясным, и кто будет ответственным за фильтрацию. Формировать черные списки будут уже в ноябре. Именно тогда и начнется полная фильтрация интернет-пространства от, как говорится, в законе противоправного контента. Насколько эти меры окажутся эффективными и покажут время. Осман Кацаков, Марат Атруков, Вести, Кабадина, Балкария. Скверы и парки Нальчика остаются любимым местом отдыха горожан. И хотя они есть практически во всех районах города, отдохнуть в тени деревьев удается далеко не везде. Проблемы с благоустройством решаются. Отучить бы еще автомобилистов заезжать на места отдыха. В этом вопросе пока помогают только искусственные ограждения. О ходе работ в «Зеленом Нальчике» Анна Сурхайханова. Тяжелая техника в сквере «Октябрьский», что по улице Мальбахова, поначалу жители близлежащих домов насторожила. Грузовики, экскаваторы, рабочие с утра до вечера. Так, год назад началась реконструкция сквера. На первом этапе благоустройства по периметру установили железные столбы и ограждения. Потом выложили более 5000 квадратных метров плитки. Установили новые скамейки, урны. Сегодня «Октябрьский» практически не узнать. До того, как оградили, легковые машины заезжали под деревьями, грязь развозили кругом. Неприятно было старикам и детям, отдыхать негде было. А сейчас загородили, все хорошо. Выкладывают тротуары плиткой. Это прекрасно. Мы живем рядышком здесь, и часто приходилось ездить гулять в этот Жуткинский парк, что неудобно, особенно летом, жарко. А сейчас вот с удовольствием мы приходим сюда с ребенком. Я люблю кататься на роликах, на скейтинге. Я люблю гулять, играть. Здесь, да? А? Здесь гулять. Здесь. Реконструкция «Октябрьского сквера» обошлась администрацией Нальчиков 10 миллионов рублей. А поводом к началу работ послужило обращение одного из жителей микрорайона в интернет-приемную на сайте главы республики и последовавшее за этим указание городской мэрии принять меры. Кстати, это не единственный объект, на благоустройство которого выделены средства. Сквер «Дружба» это у нас на Искожи точно в таком же состоянии будет. Это ограждение сейчас делается. Будет заменено асфальтовое покрытие на плиточную установку, скамеек, урн. И освещение будет. Освещение там практически отсутствует. И там, и там. Все аллеи будут современными светильниками освещены. В Дубках это парк Победы. Туда вот сейчас обсчитывается. Проект готовый тоже будет. Там ограждение делается уже. Если туда будут средства выделены дополнительно, и будет приведен парк Победы, он будет не хуже, чем наш центральный парк, надеюсь. У нас все парки-скверы выделены 32 миллиона. Вот наша задача привести ее в такой порядок, чтобы детички или родители с детичками, или взрослые прийти после работы или выходной день могли выйти, погулять, посидеть, отдыхнуть, поговорить. А это уже дорога от трека до 4-го курортного озера строительства бульвара. Вдоль нее обусловлено интенсивностью автомобильного движения в парковой зоне. Порядка 3,5 миллионов рублей к 1 сентября жители и гости города смогут оценить старания властей. Кстати, ко дню государственности республики к сдаче должны быть готовы все объекты. Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» будет представлять искусство России на Олимпийских играх в Лондоне, сообщает Минкульт Кабер. Такое решение принял Олимпийский оргкомитет на культурной Олимпиаде Сочи-2014. Всероссийский форум завершился на днях и был посвящен современному искусству России. Кабарина Балкария удостоена диплома за активное участие в культурной Олимпиаде. И именно в Сочи принято решение отправить Кабардинку в Лондон. Академический ансамбль также успешно участвует в так называемом «Марафоне регионов России». Это тщательный отбор участников концертной программы зимних игр в Сочи. Финальный тур намечен на 2013 год. А в Лондоне Олимпийский огонь зажгут уже послезавтра, 27 июля. И последнее. Сегодня и завтра в послеобеденное время в северо-восточной части Кабарина Балкарии ожидается повышение температуры воздуха до 38 градусов, сообщает пресс-служба МЧС по КБР. Ведомство предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера. В частности, из-за жары может увеличиться количество ДТП на авто и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и ЖД-полотна. Жаркая погода особо будет ощутима и для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможны тепловые удары. МЧС просит граждан быть предельно внимательными к радио- и телевизионным сообщениям представителей органов местного самоуправления, строго следовать их рекомендациям. Это была последняя информация выпуска. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. До встречи в 17.30. Субтитры подогнал «Симон»